Друзья, привет! На связи Наталья, Школа графического дизайна и иллюстрации. В прошлом уроке мы с вами нарисовали 16 иконок на тему космос. Сегодня будем все доводить до ума, оформлять, добавлять цвет и говорить о том, что одно и то же изображение можно сделать по-разному. На самом деле мне не сильно хочется затягивать урок, потому что предыдущий был очень длинным. О возможных вариациях знаков я расскажу на примере одного. Допустим, возьмем луну, я ее скопирую, Ctrl-C, обратите внимание, что это группа. Создам новую монтажную область, пусть она будет, к примеру, 500 на 500 пикселей, 500 на 500. Можно сразу несколько монтажных областей и нажимаю создать. Ctrl-V вставляю. Ну, во-первых, в такой монтажной области надо определиться с размером, какая в итоге будет наша иконка. Увеличиваю с шифтом и подобрать для этого размера сразу толщину абриса. Конечно, хочется немножко потолще. Давайте попробуем все 10 пунктов. Я думаю, что неплохо, поэтому сейчас давайте я про запас продублирую. В палитре трансформирования окно трансформирование. Поставим вот здесь галочку масштабировать обводки эффекты. Я поставлю галку. То есть вот эта галочка позволяет масштабировать. Видите, я уменьшила, толщина контура стала гораздо меньше. Я буду увеличивать пропорционально. Толщина контура тоже будет соразмерно увеличиваться. Это, конечно, обязательно нужно сделать. Либо другой вариант. Еще мы возьмем все это дело вместе. Объект. Разобрать. Заливка, обводку. Нажимаем ОК. В режиме Ctrl-Y было. Ctrl-Z вот так. То есть это были абрисы. А стало вот так. И можно, в принципе, теоретически вот это все взять и сделать слияние. Тогда, конечно, мы без проблем будем увеличивать, уменьшать. И даже это можно будет вырезать лазером. Так, Ctrl-Y выхожу из режима. Итак, давайте подумаем над вариациями. Ну, самый простой вариант. Линейный вариант. Это, допустим, темные линии на светлом фоне, либо на каком-то фоне. Там, не знаю, сероватым, голубоватым. Давайте какой-нибудь подберем. И утянем на дальний план. Ctrl-Shift, левая квадратная скобка. Может быть другой вариант. Продублируешь шифтом и сельтом, монтажную область. Можно наоборот сделать. Мы можем сделать светлый контур на темном фоне. Ну, то есть, этот светлый может быть не обязательно белый. Это может быть какой-то там желтоватый, коричневатый. Но суть такая, линейный вариант. Светлая на темном, темная на светлом. Следующий вариант какой возможен. Давайте я линейный вариант пока сюда вот сдвину. Следующий вариант. К примеру, мы делаем, допустим, какую-нибудь сероватую подложку. Сейчас цвет некрасивый. Я давайте на серых остановлюсь. И вот это смещаем и делаем, например. То есть, со смещением тоже можно прикольные варианты посмотреть. Это остается все равно объектом векторным. То есть, это можно будет заливать на стоке. Но вот такой эффект объема получился очень даже прикольный. Может быть, попробовать еще такой вариант. Давайте посмотрим. Ну, тройное наложение уже, наверное, перебор. Хотя тоже прикольно, объемно смотрится. Следующий вариант. Вот хорошо, что продублировала. Вариант, конечно, с цветом тоже имеет место. Но цвета, конечно, мы не плодим. Их какое-то огромное количество. Два-три цвета на весь набор иконок. Каким-то образом их распределить вполне достаточно трех цветов. Поэтому захожу в группу. Допустим. Сейчас тоже цвета особо не подбираю. Просто я показываю вам примеры. По цветам есть очень хороший подробный урок. Вы его, пожалуйста, посмотрите. Ссылка появится сейчас в правой верхней части экрана. Ну, допустим, какой-то розоватый. Кратеры. К примеру. Вот я снова зашла в группу. Будут какие-нибудь сероватые. Давайте даже из стандартного набора возьмем. А сама луна будет светлее их. Ну, вот здесь мне хочется, конечно, цвет не стандартный синий взять в контур, а какой-то поблагородней. Поэтому двойной щелчок. Что-то мне хочется из серо-голубых оттенков. Ну, допустим, вот такой вариант. Ну, и здесь, конечно, плюсом может быть фон. Так, 500 на 500. Окей. По монтажной области выравниваем. Отменяем контур. Утягиваем на дальний план. Ну, и по цвету, друзья мои, либо что-то из серых, либо, может быть, серо-розовое. Какой-нибудь сложный, серый. То есть тут, я думаю, что понятно все с этим. Может быть, даже как-то вы фон обыграете. Какие-то подложки сделать. Давайте сейчас монтажную область продублирую. Какие-то подложки. Бионические. Не знаю, как они здесь подойдут. Клавиша P. Сейчас тоже без эскиза что-то нарисую. Потом буду корректировать. Так, по цвету. Возьмем что-то из серых оттенков. Даже давайте потемнее, но это будет с прозрачностью. Прозрачность порядка даже 20%. Что-то незначительное. И отменим контур. Утянем ниже на уровень. И контур левая квадратная скобка. Так, несколько раз. И подумаем, где это может располагаться. И какой формы быть. Я думаю, друзья, мы с этим понятно. Конечно, это нехорошо у меня получилось. Но я показываю вам принцип. Может быть, даже вообще будет. Светлый вариант. Ну, какой-то такой заметный. Может быть, розовый. Возьмете цвет. Вот этот цвет. Отмените у него контур. Но сделаете прозрачность. Тоже 20%. То есть вариаций много. Можно этим поработать. Ну, попробовать вариант, например, с объемом. Продублируем монтажную область. Заходим в группу. Несколько раз. Вот надо добраться до круга. Ctrl-C скопировали в буфер круг. Ctrl-Shift-V вставили на это же самое место два раза. То есть еще раз. Ctrl-Shift-V. Смещаемся. То есть смотрим на вот этот месяц, который остается на пересечении. Взяли два объекта вместе. Сделали задний минус передний. И вот этого объекта поменяем местами заливку и контур. И отменим контур. А вот этому объекту сделаем прозрачность. Ну, процентов 20. Вот получился объем. Двойной щелчок. Выходим из режима. Ну, вот, друзья, показала 6 вариаций одного и того же знака. Пожалуйста, экспериментируйте. Все ваши наработки жду в группе ВКонтакте, либо в Инстаграме школы. Ссылки под видео. А если хотите быстро и качественно освоить программу Adobe Illustrator, то приходите на персональный курс обучения. Подробности также по ссылке в описании. Не забудьте подписаться, поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Спасибо за внимание. С вами была Наталья. Школа графического дизайна и иллюстрации. Всем пока-пока.